Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Не забывайте подписываться, ставьте колокольчик, чтобы оповещение пришло сразу, когда выходит новое видео. И сегодня в гостях мы продолжим разговор с Александром Юрьевичем Сагамоновым. Александр Юрьевич, приветствую вас! Давно не виделись уже? Здравствуйте, да, действительно. Мы виделись в той жизни, теперь уже новое началось. Да, но я вот помню конец того эфира, когда вы сказали, что мы из ковида выйдем совершенно иными людьми, мы выйдем, общество будет более нравственным. Что скажете, вышли мы или нет? Ну, во-первых, вы даете мне фору, потому что я могу сказать, что мы из ковида еще не вышли, поэтому нет гарантии того, что мы нравственно очистились. Но что могу сказать? Вы знаете, ковид нас многому новому научил. Ну, во-первых, он, с одной стороны, он принуждает нас действовать по-новому, искать новые технологические пути для оптимизации какого-то общения, в том числе профессионального и так далее. А с другой стороны, он, как бы, снимая с одной стороны страхи, провоцирует рождение новых страхов. В общем, мне вообще подставляется, что нормальный человек – это человек, который состоит из двух половинок. Вы знаете, что серое, то есть, вернее, левое полушарие и правое полушарие отвечают за две стороны человеческой жизни – за рациональную и за эмоциональную. А я бы разделил так, что вот по тому, как человек живет, у него одно полушарие, не знаю какое, одно полушарие – это страхи, другое полушарие – это мечты и надежды. И вот они вот находятся в постоянном противоборстве друг с другом, и кто что победит. Ковид действительно сформировал у нас новые надежды. Ну, во-первых, из тех, кто выжил, надежда, что он и выживет дальше. А самая главная надежда на то, что нам, в общем, многие вещи не страшны. Мы способны преодолеть и даже такие сложные испытания, которые нам были посланы в 19-20 году. Но в то же самое время породил у нас и новые страхи. И, конечно, самый главный страх – это даже уже не страх перед властями во всех странах мира. Это страх перед какой-то совершенно новой системой контроля, которая нам предложена, цифрового контроля. Смотрите, в начале 19 века, первой части 19 века, английский философ Джереми Бентом, я уверен, что наши слушатели его знают, он придумал идею паноптикона. То есть такое общество, в центре которого находится такая гигантская смотровая башня, сквозь которую просматривается все. То есть смысл общества в его абсолютной прозрачности. Ну для кого? Не для его членов, а для тех, кто этим обществом управляет. То есть для управления общество должно быть прозрачным. И, значит, кто-то следит и смотрит. И с тех пор все наше представление о том, что за нами следят, оно всегда носило такой персонифицированный характер. И, как вы помните, все детективы, все шпионские страсти и знаменитые на наш 17 мгновение весны – это прослушивание. Обязательно кто-то сидит, кто-то настраивает пленку, кто-то ее заводит, кто-то ее сидит, внимательно слушает. То есть мы всегда знали этих людей, кто за нами следит. Значит, для нас был только один Бог. Непонятно, где он находится, до него не достучаться, его не увидеть, его не узреть, но он тоже за нами следит. А вот все, что не трансцендентное, а то, что вокруг нас, оно могло быть персонифицированным. И вдруг ковид в массовом масштабе сталкивает нас с тем, что за нами следят. То есть мы знали, что есть ковид. Но вот в таком массовом масштабе и с такой откровенностью мы не сталкивались. То есть искусственный интеллект распознает меня, искусственный интеллект создает на меня любую папку, любое досье, даже маску, которую я одеваю на лицо, и то меня не спасает, камера распознает. И, в общем, в этом смысле я становлюсь совершенно беззащитным. Это страхи, которые частично были нами перебораны. Мы еще пока не научились в этой новой реальности цифровой жить, но я бы не сказал, что у нас такой вот замогильный страх по отношению к этому. Это непреодолимо, нас это победит, нас это уничтожит, человека больше не будет, он будет в подчинении у роботов и прочее, прочее, прочее. И это было крайне важным, потому что изменилось наше поведение. Мы стали нарочито нарываться, я бы сказал так. Мы не боимся себя озвучить. Вот я такой-то, я даже не могу не озвучить, я просто встал перед камерой, и уже я прекрасно понимаю, что за моей физиономией прочитывается и имя, отчество, и фамилия, и паспортные данные, и все, что хотите. И, может быть, даже, как часто я исполняю супружеский долг, хотя думаю, что пока это не так часто, но все-таки. И это было чрезвычайно важной вещью. Почему? Потому что так называемое современное общество, общество модернового типа, которое сформировалось в Европе, ну, западной цивилизации, потом перешло к нам ко всем, где-то во второй, в середине во второй половине 18 века, она в городах предполагала анонимность человека. Даже Шарль Бодлер, который, пожалуй, первым придумал этот, вернее, описал этот феномен, он его назвал фланером. Человек, который шляется по улицам города, и никто его не узнает, никто его не знает. К нему просто можно обратиться мюсье, или же сэр, или же господин, сударь, но ты приходишь в кафе, ты гуляешь по бульвару, ты приходишь по улице, ты входишь в магазин. В общем, везде, где ты шляешься, кроме дома и своего офиса, и работы, тебя никто не распознает. Распознавали тебя только в том случае, когда речь шла о твоем тесном соседстве, или родстве, или же там, где ты находился на работе. Это было важнейшей чертой, отличающей городской от негородской. Смотрите, я, наверное, чей-то сказал, не сказал деревенской. Потому что, как вы понимаете, в малом городе, вспомните Жениту Бальзаминова, который снят в Суздале, никакой фланер там не получится. Хотя это вроде бы, как бы, по внешним данным, может быть, даже уже и урбанистический образ жизни, не совсем деревенский. Там, потому что все друг друга знают, и каждая кошка тебя распознает. Это не фланерное, то есть это в модерном смысле не совсем современный город. Он не гарантировал тебе анонимность. И эта анонимность родилась, породила, вернее, она ли породила право человека голосовать анонимно, то есть тайно. Или же, наоборот, я не задумывался. Это сейчас просто мне пошло это в голову. Но на самом деле эти вещи очень взаимосвязаны. Итак, поскольку я чту эту ценность для себя, городской жизни, городские условия жизни, дают возможность мне оставаться самим собой, не выдавая себя и не давая возможности распознать себя. Поэтому первое нарушение этой анонимности, когда ко мне подходят и говорят, ваш ausweis, да, все. Значит, тут уже что-то тут случилось, какая-то граница переедена, которая дает возможность тем, кто по ту сторону потребует моей деанонимизации. А в голосовании нет. Я мог себя вести как угодно. Даже при советской власти, где вообще голосование, как вы понимаете, в общем, большого смысла не имело, я хорошо очень помню, что я был маленьким мальчиком, папа пошел на выборы, а там ходили люди на выборы. Он взял меня с собой, чтобы я посмотрел, что это такое. И я помню, там переполох. Кто-то пришел, взял бюллетень, зачеркнул, там, как вы помните, там был один кандидат всего всегда в бюллетене был, зачеркнул этого кандидата и сверху написал другие Троцкий и бросил этот ящик. И это было ужасно, там, значит, на ушах стояло, как бы, ну, не смогли его поймать, найти, потому что принцип тайного голосования, это было псевдоголосование, но оно было тайным. И человеку этого распознать было невозможно. Это вся длинная предыстория к тому, что, когда вы вводите цифровое голосование, вы начинаете понимать, что это ваше гражданское право может быть не соблюдено. Когда вы понимаете, что камеры стоят и следят за вами везде, и в том числе и на участках, вы понимаете, что это правило может быть за вами не соблюдено. Когда вам говорили, что нельзя выходить во время карантина из дома, а вы, тем не менее, выходили. Когда вам говорили, что нельзя появиться без маски, а вы, тем не менее, появлялись, это значит, что вы смирились с тем, что вы нарушаете. Но вы знаете, что это уже не анонимное нарушение. Это не протест, который был свойственен всей нашей советской цивилизации и красиво названный фига в кармане. Это же ведь, на самом деле, протест в соответствии с правом тайного голосования. Оно тоже анонимное. Ты же не знаешь, если я держу руку в кармане, держу ли я там фигу или не держу. Но право такое у меня было. И так вот, это уже не фига в кармане. Если я знал, что я иду сознательно, иду на нарушение, допустим, режима, и здесь это было то же самое. И вот наступают выборы. А они выборами, как вы понимаете, никакими не были. Это было голосование. Мы сейчас чуть попозже об этом еще с вами поговорим. И это голосование породило для меня самый интересный, самый важный синдром. Это путешествие или же взаимодействие с властью, с открытым забранным. Люди нарочито выходили из какой-либо темы. Да, они опускали бюллетень, могли опустить свой бюллетень в урну так, что никто этого не видел, не заметил. Нет, они его фотографировали и они его вывешивали. Причем поразительно то, что те люди, которые вывешивали бюллетень за, были, как мне кажется, я не проводил этого статистического анализа, но думаю, что он подтвердит мое предположение, их было неизмеримо меньше, чем те, которые и вывешивали против. А тех, которых начальство заставляло, чтобы они сфотографировали свой бюллетень и показали им, что они, мол, правильно проголосовали, так те как раз-таки и настаивали на абсолютной анонимности своего, своего, я бы лучше сказал, электорального проступка, а не поступка. А здесь получился совершенно другой. То есть мы вышли из электорального поля, это были не выборы. И именно потому, что это были не выборы, и люди поступили вот с таким вот интереснейшим для нас с вами феноменом открытого забрала. Я, как вы знаете, вот в этом эхе я попритовал эту свою заметку. Я предпочел назвать этот процесс деанонимизацией гражданской области. Я прочитал, Александр Ильич, я прочитал и первую, и вторую вашу, две заметки ваши. И знаете, что я вот увидел? Я увидел, что вы, наверное, первый, не знаю, может быть, не единственный, кто указал вот как раз на эту связь с ковидом и с этими голосованием по поправкам. Мне кажется, люди и наше общество сами даже не заметили, как они стали более открытыми, когда маски надели, когда вот то, о чем мы сейчас говорили, и вдруг люди совершенно не почувствовали разницу, перестали бояться и выставлять вот эти вот свои «нет» в открытый эфир, не боясь, что большой брат наблюдает за ними. Все правильно. Я хочу сказать, что это гражданское поведение. Значит, меня критиковали, я вам потом расскажу, за что меня критиковали. Это очень важно для нашего дискурса. Я это еще, возможно, назвать гражданским поведением и одновременно соответствующим нормам гражданской этики. Это очень важная штука. Смотрите, как только вы начинаете кого-то учить или же кого-то к чему-то призывать, вам говорят, а что ты меня призываешь? Ты вот сам поступай так. Подай пример. Наше желание, чтобы власть жила гораздо более открыто, чем она живет сейчас, причем это не только российский синдром, это общемировое явление, все больше и больше открытости. Она дает нам, членам гражданского права контролировать власть, но по большому счету не принуждает нас вести таким же образом. И вот для большей гражданской убедительности мы начинаем с малого. Мы тоже снимаем маски таинственности. Мы говорим, нет, а мы за то, что... Я полагаю, что изменить электоральное поведение в мире и в нашей стране можно будет... Вот это точно, поверьте мне, никто вам не напишет. Можно будет только одним способом. Отменой нормы о тайном голосовании. Как только голосование, политическое голосование станет явным, и каждый голос можно будет действительно посчитать. Во-первых, вы уже не имеете возможности его фальсифицировать, а во-вторых, человеку и власти вы не даете возможность обманывать или самообманываться. Вот это очень важно. Если мы хотим, чтобы власть была... Да, это, может быть, кого-то отпугнет, они не пойдут. Но вы знаете, такое количество... Это речь идет о миллионах людей, которые не испугались себя для анонизировать. Я полагаю, что одно-два тура каких-то серьезных, мощных голосований, и люди вообще перестанут бояться... Значит, хотите ли вы ввести голосование интернетовское, которое, я думаю, за ним будет будущее? Да, его нельзя сделать анонимным. Для того, чтобы его сделать гарантированно и минимизировать возможности обмана, оно должно быть только персональным, открытым и персональным. По именным голосованию. Цивилизацию и власть можно изменить только по именным голосованию. Она не сможет пользоваться тем, что она управляет нами, как среднестатистическим числом. Вы понимаете? За каждым из поддержек или же за каждым из протестов стоит конкретный человек со СНИЛСом, с паспортом и с прочими вещами. И каждый наезд на этого человека будет понятен, почему он происходит. Ровно так же, как и невозможно за меня проголосовать, не зная либо моего пароля, либо сетчатки моего глаза. Это еще круче. Не надо этого бояться. Но если вы не можете это сделать... Да, я понимаю, что будут проблемы с пожилыми людьми, которые не освоили эти технологии и прочее. Какой-то переходный период будет сложным. Безусловно. И там тоже можно будет половить рыбку. Но это тренд. И мы его с вами сегодня наблюдали. Не как посланный, как позыв, посланный со стороны власти, а как та самая готовность к открытости, которую общество продемонстрировало перед властью. Вы хотите нас преследовать за протесты? Преследуйте. Мы не боимся. Мы уже себя деанонимизировали. Понимаете? И это, я считаю, что это самое важное. Это важное то, что произошло, потому что оно свидетельствует о том, что фига в кармане осталась в прошлом. И сегодня я вот полагаю, что такого рода вещи, массовые вещи важнее любых протестов, выходов на улицу. Вот мне все говорили, что ты придумываешь? Где ты видишь рождение гражданской нации или же активизацию гражданской нации? Где ты это увидел? Мы этого ничего не видим. А я им говорю, что ни бунты, ни мятежи и ни выходы на улицу, которые всегда будут ограниченным числом, которые всегда будут экстремальными, потому что это прямые столкновения между властью и людьми, не имеют такого эффекта, как то, что половина страны знает, что они, так же, как и все остальные, высказали свою позицию, неважно, за или против. Ну, в данном случае, против, конечно. И это полстраны. И нам никто никогда, никогда не сможет объяснить, что мы ошибаемся и что здесь мы заблуждаемся. Мы знаем, что здесь нету заблуждений. И когда нам говорят, что вы поступаете и вы призываете людей, я говорю сейчас про свои тексты, что вы призываете людей к излишнему оптимизму, а на самом деле надо признать, что мы проиграли, я в таких случаях хотел бы сказать две вещи. Первое. Во-первых, мы выиграли перед самими собой. И это важнее всего. Вы знаете, я хочу вам сказать, я думаю, что вы меня поймете, как человек, который сталкивается с простыми людьми и говорите с ними об их, скажем, в их овности, или же об их пороках, об их слабостях, как их преодолевать. Вы прекрасно знаете, что настоящий психотерапевт, или же священник, исповедник, да, который ведет с тобой разговор, он знает одну самую слабую мою точку и самую сильную. Он мне говорит, если ты хочешь измениться, ты должен измениться перед собой, а не продемонстрировать это кому-то другим. Вот когда ты внутри самого себя что-то преодолеешь, ну, например, тягу к алкоголю, или же к наркотикам, или же там, я не знаю, каким-нибудь другим вещам, тогда ты становишься другим. Я бы, кстати, хотел вам сказать, что знаменитым, самым мощным таким психологическим оружием в 20 веке были клубы анонимных алкоголиков. Я хочу обратить ваше внимание, как происходило вхождение в этот клуб. Приходил человек, собиралась группа людей, приходил человек, он вставал и говорил, меня зовут Иван Иванович Иванов, и я алкоголик. И ему начинали аплодировать. За что? За то, что он соединил две вещи. Он соединил признание своей слабости со своей личностью. Какой же, простите, это клуб анонимных алкоголиков. Но это же в общей среде. И, кстати, это же вели же протестанты, это часть нашей культуры. Конечно, это 30-е годы. Победа, это победа над собой. Да, да. Это то, о чем вы говорите. Значит, вот я поэтому полагаю, что преодоление сохранившихся в нашей, в нас самих, вот этой тоталитарного страха перед властью, перед преследованием, перед поступить не так, как от меня это ждут, или что-то еще. Это преодоление этой слабости, то есть, которая не дает мне возможность ощутить себя гражданином, и, соответственно, почувствовать, что такое гражданское достоинство, гражданское честное, гражданская крытость и так далее, это все гораздо важней, чем если я сяду в лужу вместе еще с 20-ю, 30-ю или там 40 миллионами людей и буду говорить, нас опять обманули, и нас мы опять проиграли, что мы обманываемся, что мы пошли. Вы знаете, не может обмануться полстраны, чтобы прийти и проголосовать и знать, что она... Я полагаю, что все-таки люди немножечко обманываются, но те люди, которые сейчас... Вот я прочитал статью сегодня в новой газете Гозмана, который вот, так сказать, не называя меня и мне подобным... Ну, я думаю, что я как раз здесь в Миншестре, может быть, даже прямо меня, поскольку на эхе мы с ним вместе, говорит, что это вообще глупость, что это зачем, что это... Зачем сами себя обманывать? Не стоит говорить глупости самим себе. Мы проиграли, надо вообще начинать новую жизнь и так далее. Он прав в том, что жизнь, что это, так сказать, это никакой... Не знак восклицания и даже не точка была поставлена на первого апреля. Это какая-то такая запятая или многоточие, после которого опять должно быть продолжение предложения, но уже не с большой буквы. Но вот в этом смысле я с ним категорически не согласен. Это очень важно понять. Это чрезвычайно большая победа. Почему победа? Потому что наше голосование было ради самих себя. Вы знаете, когда мы голосовали сердцем, когда... А не умом. Как нас призывали? Когда мы голосовали за красивого, а не за... За красивого, но глупого, а не за умного, но уродливого. Когда мы... Когда мы голосовали и из трех, четырех, пяти зол выбирали то, к которому мы уже привыкли, или же когда мы голосовали, как нам говорят, за то, чтобы за стабильность и за всякое такое, то на самом деле мы поступали... В общем, это было не гражданское поведение. Это было электоральное. А электорально совсем не обязательно синоним гражданского поведения. Электорально я поступаю из соображения. У меня есть свой мотив. Вот теперь давайте задумаемся. Меня не интересуют чистые цифры. Сколько это миллионов людей поддержали? Смотрите, что стоит за каждым из этих людей. У каждого была своя индивидуальная правда. Почему он поступил таким образом? То есть свой мотив. Наверное, если их речь идет, скажем, о 20-30, не важно сейчас, миллионах людей, то, конечно, какие-то мотивы будут повторяться. Но, в принципе, эти все мотивы были сугубо индивидуальны. Скажите, какой был мотив у тех, кто голосовал против? Этот мотив сведен к одному. Он голосовал в поддержку своей совести и своей собственной позиции. Ему надоело, что его превращают постоянно в человека, который от, вернее, от голоса которого ничего не зависит. Ему надоело так думать. Теперь вторая вещь. Что значит мы проиграли? А что, мы шли на референдум? Разве мы, разве от нашего голосования, даже если бы посчитали бы справедливой и не было бы фальсификации, и оказалось, что голосов против было бы больше, чем голосов меньше, какое это имеет значение? Это был опрос. То есть, по сути дела, нас спрашивали, свершились изменения. Вот вы одобряете или не одобряете эти изменения? Ну, смотрите, что интересно. Вот вы ввели этот термин вин-вин, да? Выиграли те и другие. Ну, не вывели, это давняя жизнь. Но вот на этих выборах, вот посмотрите, мы как плавно перешли к выборам, да, к первому июлю, к тому, что совершилось уже. Это не выборы. Совершенно не беспокоились и не заботились, что власти опять сфальсифицируют все. Просто что-то произошло внутри человека. Я вот, знаете, нашего общества. Вот я вам сейчас отвечу так, как вы не предполагаете, потому что я сам не знаю правильного ответа. Но я его внутренне нащупываю таким образом. Смотрите. Когда сосед, живущий напротив, говорит мне, что когда ты уходишь из дома, к твоей жене приходит любовник, он говорит, а как это ты? Ну, говорит, я живу напротив, я все это вижу. Приходи ко мне. Тот ушел, пришел к нему, действительно смотрит, там кто-то приходит, по лестнице поднимается, они царуются, тушат свет и несчастный муж говорит, черт, опять это проклятая неизвестность. Значит, это шутка одесская, но в ней есть одна очень важная вещь. Когда я знаю, что меня обсчитают на рынке, вместо того, чтобы взять с меня рубль, с меня возьмут рубль 10. Или как замечательно Гелеровский в своей книжке «Москва и москвичи» передает рассказы московских официантов. Они же скороговоркой все подсчитывали, когда я просил их подвести. Это прекрасная скороговорка. 40 и 40, рубль 40. Он быстро говорил официант. 40 и 40 рубль 40. Я был к этому, к такому вороватое, обманчивое общество, в котором есть милая ложь. Мы к этому привыкли. Но когда мне говорят, чай пили, не пили, два сорок, тут я напрягаюсь. Потому что это уже не милая ложь. А это уже очень большой обман. Смотрите, наше отношение к тому, что они все равно набросают, было ироничным, было снисходительным до тех пор, пока мы понимали, что речь идет о подбрасывании. В том, что было сейчас, речь о подбрасывании не идет. речь идет о том, что вообще голосование не имеет никакого смысла. Существуют плановые показатели, которые они в любом случае их объявляют. И если раньше у нас это было такой вот, как сказать, массовой гипотезой, то, ну, предположением, допущением, и для того, чтобы его следовать этому допущению, в рамках было доказано. Обратите внимание, сейчас никто никому ничего не доказывает. Сейчас только телевизионные каналы, полным-полны передач, в которых доказывается, что все было честно. А людей, которые доказывают, что было нечестно, там нету. В этой позиции нет необходимости. Это значит, что он находится в толпе вор, вокруг на него смотрят и знают, что он вор, он начинает рвать на себе майку, доказывает, что он порядочный и честный человек, что он не стоял рядом с этой торговкой и не своровал у нее кошелек с медиками, когда она отвернулась. Не было у него этого поступка. Не было! Доказывает он. А даже если был, я готов сказать, что, ну, извините, ошибся, здесь ошибся, а в тот раз не было! И так далее. И это до бесконечности. Значит, поскольку количество, оно предошло ожидание милого обмана или же снисходительного нашего отношения, оно изменилось. Мы перестали это воспринимать. Мы сказали, да, ну, и что? Поскольку это не были выборы и ничего на них не решалось, мы не будем отстаивать эту точку зрения. Мы просто знаем, что нас было большинство проголосовавших против. И то, что нам говорят, что это неправда, что мы были в меньшинстве, это правда тех, которая очень недолговечна. Вот мне кажется, что вот здесь произошел этот переход очень важный. Во что он выльется? Он выльется в следующее. Смотрите. Кредит доверие в стране падал. Теперь, мы должны хорошо понимать, что там, где идет речь о доверии, там, где идет речь о доверии, то там, в отличие от электорального голосования, один человек, один голос, это неправильно. Доверие одного человека и доверие другого человека неравнозначны. доверие экономически несамостоятельных детей или же несамостоятельных живущих только на пособия пенсионеров гораздо, ну, простите, в электоральном смысле равны, но с точки зрения поддержания легитимности режима, их доверие, их совокупное доверие стоит меньше, чем доверие самодеятельного и самостоятельного населения, действующего, людей, действующих, тех, кто представляет собой, как сказать, основную силу, а тем более тот самый креативный средний класс, от которого хоть как-то зависит какое-то движение вперед. Вот в этой части, в части тех, от которых зависит будущее нашей страны, доверие упало сильно. Я бы даже сказал, что оно теперь носит характер формализованного доверия. они еще не готовы открыто протестовать и не будут протестовать, но внутренне уже люди уже понимают, что уже это все уже достало всех тех, кто действует и кто ведет себя адекватно, их это достало. Я бы сказал, для того, чтобы эту ситуацию сделать электорально эффективной, скажу крамольную вещь, только не обвиняйте меня в эйджизме или же тем более в расизме. Я считаю, что надо максимально быстро переходить к цифровому голосованию, именному, и если мы при этом теряем несколько миллионов голосов пенсионеров, это не беда. Ну, со временем эта ситуация выровняется, но сейчас лучше их потерять, потому что другого способа, чтобы обычный опрос нравится вам или не нравится, а по сути дела мы имели дело с этим, нравится вам или не нравится, превратить в поддерживаете вы или не поддерживаете, нужна другая электоральная сила. И поэтому я считаю, что наши политические, многие политические деятели вводили нас искусственно в заблуждение. Я не считал правильным, например, группу, которая разрабатывала так называемую альтернативную конституцию, народную альтернативную конституцию. Она хорошая, я ее прекрасно понимаю, естественно, я не спорю, что вот эта вот группа вокруг Явлинского и там Рыжкова и других, которые с ними вместе работали, конечно, понятно, что это текст, который мне близок и понятен, не в ценностных и прочих вещах. Это безусловно так. Но это не выборы, когда мы голосуем за разные партийные кандидаты, когда за разные партийные программы, за разные партийные диалоги. Это выбор в пользу поддержки или же не поддержки уже принятых поправок в конституции. Зачем вы разрабатываете альтернативу? Я был против тех, которые говорили, что не участвуйте в этом цирке. Это все обман, вам нечего в этом участвовать. А вас простите, а вы живете что, не в цирке? Вы и каждый день живете в этом цирке? И что же вы тут выпендриваетесь, что мы все останемся в цирке, а вы будете не в цирке? В этом смысле позиция симпатичного мне Макаревича, например, была, с моей точки зрения, абсолютно неконструктивной. Наоборот, его было бы правильной, его позиция была такая. Ребята, вопрос принят, вопрос решен. С нас сейчас требуется сказать, мы это одобрили или же мы это не одобрили. Все равно они продали. Но мы будем понимать, что продавили, это было политическое насилие. Если мы не одобрили, а это продавили, значит, произошло политическое и гражданское насилие. Да. Александр Ильич, вот в своих работах вы говорите о нравственности и о морали. Я недавно слушал Валерий Дмитриевич Соловья, и он по-русски пословице говорит, что как рыба гниет с головы, так вся структура власти, она проецирует себя вот с самого верха и расходится по всей стране. Но мы увидели, что во время этого голосования есть люди, которые не согласны с этой вертикальной власти. Их много, нравственные люди, которые почувствовали внутри себя, что мы должны это сделать. Обманут нас, не обманут, ну все, уже вот достало, мы хотим выйти и сказать свое слово. Они увидят, они услышат, им донесут правдивые цифры, нам скажут другие. Но одна проблема, мне кажется, в нашем гражданском обществе, что все эти силы не могут выстроить свою вертикаль, нравственную, показать людям, нашему обществу, что есть другая система, другая система ценностей. Можно по-другому мыслить, по-другому строить нашу страну, по-другому, ну все можно делать по-другому. Но вот эти силы не способны объединяться, способны критиковать, как вы говорите в сегодняшней статье, что все плохо, что все неправильно, знаете. Мы понимаем, что общество безнравственности, оно обречено. И люди сейчас вышли и показали. Кто-то говорил, сидите, не ходите, сделайте бойкот. И что бойкот дал? Смотрите, я, я, вы задаете, кажется, простой вопрос, это кажется. Простой. А на самом деле вопрос очень сложный и внутренне очень противоречивый с точки зрения ясности, ну я бы сказал так, политико-философской позиции, с которой эксперты или же там мыслитель отвечает на вами поднятый вопрос. Я не говорил о морали в ее таком социальном или же философском смысле. Я говорил о гражданской этике людей. Это немножечко другое. И подчас противоречащее друг другу. Например, когда вас мама или в детстве там вам объясняют, что хорошо быть последовательным, как важно быть принципиальным. Я очень внимательно слежу за нашим с вами общим другом из Павловского посада и вижу, как его поведение и как его публичность порой противоречит тому, какую миссию он должен нести. он не такой простой и не такой однозначный, как это кажется. И это как раз свидетельствует о силе его характера, силе личности. Но чем сильнее человек, тем больше он загоняет тебя в этот тупик. Смотрите, что я хочу сказать. Когда мне говорят будь принципиальным и будь последовательным, и это моральное, это нравственное поведение, я говорю, да, но для гражданской этики и для гражданского общества это антиценность. Потому что в гражданской этике ценностью является согласование, гибкость, а не твердовыенность, как говорили христиане про евреи, да, когда важно умение находить компромисс, а мне говорят, что компромисс это ужасно, да, мы унаследовали с одной стороны лагерную культуру, а с другой стороны риторику коммунистическую, и там и там с нас требовалась последовательность, принципиальность, а не компромиссность. И там и там мы не понимаем этого значения. Не может духовник принимать чью-либо позицию ни в одном из гражданских конфликтов. И то же самое и здесь, когда мне говорят, это вы должны бойкотировать, потому что это будет правильно, вы будете, вы себя не запятнали нравственной глупостью или же моральной поступкой. Да, с точки зрения бабушки и дедушки, да, не запятнали, но с точки зрения гражданской этики вы ноль. потому что для гражданской этики важно было, какой вы и какую вы находите ту позицию, которая является, то, что называется, пробона для всего общества. Она работает на благо нас всех. Сработал ли бойкот на благо? Нет. Они мне говорят, так и ваш не сработал на благо. стоп. Мы не ходили голосовать и выбирать ни политического лидера, ни политический курс, ни предложенную нам версию Конституции. Она уже принята. Мы шли для того, чтобы высказать свое отношение к этому делу. Так вот, наш приход и наше опубличенное нет, оно имело максимальный гражданско-этический эффект. Только оно имело. И никакая другая позиция. Жалко, что те люди не пошли, потому что на самом деле, вы знаете, в условиях, я еще раз хочу сказать, в условиях цифрового общества даже такие вещи, как подкидывание и все остальное будет все меньше и меньше работать. Мы уже сейчас более-менее ясно представляем, что явка была как минимум в полтора раза меньше, чем она была объявлена. И что проголосовавших за из прошедших, так сказать, из принявших участия на голосовании было вряд ли больше одной трети, а я думаю, что даже чуть-чуть поменьше, чем одна треть. Это знание, пускай даже и апроксиматичное, но оно очень важное. Вы понимаете, когда мы участвовали раньше в электоральных выборах, там был большой спектр выборов. Вот у тебя есть Собчак, у тебя есть Явлинский, у тебя есть Грудинин, у тебя есть Путин, у тебя есть Жириновский. И когда эти все цифры, которые потом мы за них проголосовали, что какая за ними стояла реальность, ничего, ни одни выборы не заканчивались для нас, как для коллективного субъекта, взглядом в зеркало. Мы себя не видели. Мы себя не видели даже приблизительно и вдруг впервые на этом опросе мы увидели обрез себя как коллективного Я. Мы увидели, кто эти люди, кто действительно основа легальности и легитимности, удерживающий порядок. Мы их понимаем. Они для нас стали более прозрачными. Я за то, чтобы им протянуть руку. Я, кстати, там, я, знаете, я написал очень важную вещь, что для меня, как вот для такого, простите, что я так скажу, гражданского духовника, для меня очень важно поступки тех людей, которые голосовали против и потом сфотографировали свой бюллетень. Знаете еще из какого соображения? Они сказали, мы знаем, что вас начальство заставляет. Мы знаем, как это вам тяжело переступить через себя и вести себя таким образом. может быть, вы не пришли и проголосовали за, но это еще какое-то такое насилие, которое над вами совершается. Такое, знаете, этическое насилие, да? Для того, чтобы вас поддержать, мы тоже опубличим себя. Это поддержка сильных по отношению к тем, кто был изнасилован на этих выборах. А их, я думаю, было не менее 10%. Мы поддержали их. Мы поддержали тех, мы впервые, впервые в истории нашей страны, которой, вы знаете, каждый раскол заканчивался либо уходом в леса, либо бегством за границу, либо там уничтожением, либо лагерями, ну и чем хотите. Все наши расколы заканчивались кровавым образом, когда победившая сторона пыталась расправиться с теми, кто победил. мы впервые к тем, кто оказался жертвой вот такого насилия, мы им протянули руку. Мы сказали, что, ребята, мы понимаем глубину вашего нравственного переживания и поступим так же, как вы. Мы пойдем по вашей жилею. Это так дорогого стоит, Альберт, вы себе не представляете. Я ничего не преувеличил, поверьте, я говорю сейчас очень взвешенно и очень трезво. Меня, мои ребята, которые меня хорошо знают, им трудно было сказать, мне написал ерунду. Они мне написали спасибо за умеренно оптимистические подведения и итоги. Умеренно оптимистические. Ну, то есть, если бы я написал что-нибудь такое желтопресное, это было бы, для них было бы интереснее. Конечно, потому что градус высок, и теперь говорить о таких, как сказать, банальных и простых вещах, что ты почувствовал себя человеком. А он мне скажет, слушай, ну я себя и раньше чувствовал человеком. Нет, ты себя раньше чувствовал человеком, как Атамар одним, единственным, и ты был всегда капелькой, и ты прекрасно понимал, что ты появился как капелька, и потом как капелька и просуществовал всю свою жизнь, и ты вдруг впервые почувствовал себя, что ты капелька в океане. И это ощущение от тебя было подарено первому изюлю. Я назвал, я сейчас закончу эту фразу, я не случайно назвал это христианским термином метанои. Но мне редактор предложил, сказал, никто не поймет, напишите перемену ума. Я так и написал, перемену ума. Это очень важная перемена ума, которая произошла. Она из нас не сделала, знаете, христианская метанои не делает из меня революционера. не делает из меня бунтаря. Она из меня делает человека нетерпимого по отношению к несправедливости, но каждый раз говорит, начни себя. вот что такое христианская метанои. И именно это произошло 1 июля. Александр Ильич, я как священник пару слов скажу. Знаете, для меня нынешнее время вот такое ощущение сейчас внутри себя. Я чувствую, как будто вот сам Бог посещает нашу страну. И самое интересное, что не священники заговорили о морали, о внутренних изменениях человека, а заговорили общественные деятели, политики, политологи. Вы не первые, кто говорит об этом. Для меня, вот я смотрю, наблюдаю за вами, да, вы какой-то неисправимый оптимист. Я поясню, что я имею в виду. Наверное, один из самых любимых моих стихов в Священном Писании в Библии, тогда пророк Ветхозаветный говорит, что если излечешь драгоценное из ничтожного, будешь, как мои уста, говорит Господин Билл. То есть вот это я уже 30 лет назад, когда впервые прочитал этот стих, он пришел ко мне таким большим откровением, стал частью меня. Я стараюсь каждый день извлекать. Вот слово извлечешь, да, оно не просто там нашел, там купил, там, это то, что ты понял, то, что ты осознал, то, что для тебя имеет ценность. Драгоценное, то есть вот в каждом дне есть что-то особенное, что-то драгоценное. Вы из ковида нашли, что-то драгоценное. Вы сейчас из голосования видите, что другие не хотят видеть, возможно. Я думаю, что Бог что-то открывает сегодня нашему обществу. Вы не единственные, кто заговорил вот с христианской точки зрения. Очень много людей сегодня видят это, понимают это и начинают действительно извлекать, не боясь этого. Вот как общество, да, наше проголосовало, люди вышли и вдруг оказалось, что они уже не боятся. они спокойно фотографируют прямо на участке и говорят, а я проголосовал нет. В какие времена такое было? Мы даже нет, конечно. Вы помните, когда мальчиком были, с папой ходили. Да. А сейчас люди как-то в один момент неожиданно, я думаю, это и для власти неожиданно, они вдруг освободились. Вдруг что-то с ними произошло. И это не призыв к революции выходите куда-то, а просто люди сами начали говорить. Знаете, Альберт, интересно, вот я не вижу конфликта между гражданским бесстрашием, о котором мы сейчас с вами говорим, и смирением, которому прозывает нас на христианство. Между ними нету внутреннего конфликта. Более того, я бы сейчас вам сказал, вы меня назвали неисправимым оптимистом, я вам скажу почему. Потому что я думаю, что мифологический герой, с которого я беру пример, и только он дает мне силы для того, чтобы жить, продолжать и действовать, так как я действовал по крайней мере последние 30 лет своей жизни. Первый Христов возраст я провел в поисках себя, а второй в том, чтобы попытаться помочь другим самих себя находить, не теряя ничего, а именно находить. Так вот, я понял, что у меня есть только один герой, которым я могу подражать. Если вы сочтете его оптимистом, хорошо, я думаю, что он оптимист. Это физиф. Он не безнадежно поднимает камень. Просто он видит жизнь как невозможность никогда на секунду остановиться. Каждый раз, когда ты останавливаешься с ощущением, что ты что-то сделал, тебя этот камень будет скатывать вниз, и ты должен опять его закручивать назад. Не будет счастливого общества. Мы с вами уже на том занятии говорили, безотносительности к христианству, а вообще к такому метафизическому мышлению, в планах создателей или создателя, неважно, вообще не было такого понятия, как счастье. это немножечко другое. И в этом смысле я хочу сказать такую вещь. Я не испытывал никогда такого чувства, как бы сказать, такого удовлетворенности от того, что произошло 1 апреля. Это впервые я вдруг понял, что мы прожили 30 лет постсоветской жизни не зря. И это очень большой шаг. Маленький шаг человека и гигантский шаг человечества, как Армстронг говорил на Луне, применительно к нашей жизни, маленькая фотография бюллетеня и гигантский шаг на пути гражданской нации. Вот что произошло 1 июля. Вот это все будет приводить к неизбежности перемен. мы эти неизбежности этих перемен произойдет в том числе не только от понимания, что так жить дальше нельзя, как это говорили нам во время перестройки или там иного не дано, а просто даже исходя из соображения, что жить так, как сейчас, это просто неэффективно и неконкурентоспособно. То есть даже чисто прагматически мы будем проигрывать себе завтрашним. Так спрашивается, зачем ждать завтрашнего дня. Вот это произойдет и произойдет в ближайшее время. Как это как в этом, знаете, очень важно понимать, что в русском языке воскресенье, день недели, имеет вот это значение церковно-славянское. И как вы знаете, практически ни в одном другом языке мира мы этого не встречаем. У германцев это сохранение их, так сказать, пантеонический в первую очередь день Сатурна, день Солнца и так далее. У южан срединаморских латинских братьев, у них малых сестер так называемых, у них это доменико, там это все день, божий день, кстати сказать, это лучше всех сказано по этому поводу у греков, у новых греков, так сказать, но в греческой культуре, византийской культуре воскресенье, как называется, наверное, вы не помните, он называется кирьяки, то есть день, господин день. Никакого не воскресенья, никакого анастаса там нету, там только кирьяки. Наконец, у большинства славянских народов это просто неделя, то есть ты ничего не делаешь, а у нас, она правда вся неделя у нас, на это ли, это ничего не делать, можно все семьи в отличие от них. Нет, а у нас это воскресенье, значит, это, я скажу так, это очень важный элемент культуры, культурного кода, в котором есть вот это вот ощущение, что наступит день, вот я бы сказал так, что если меня попросили бы перевести наступит день на английский язык, где день написать с большой буквы, то есть какая-то вот такая, я бы сказал бы все-таки come sunday, а не day, day ничего не имеет, никакого смысла, come sunday, и тогда мы понимаем, что, о каком дне, то есть дне, когда что-то, когда что-то выйдет из тени, и когда что-то станет явным, светлым, и вообще, когда произойдет действительно вот это вот ясное метаноэ, так вот перемена ума первого июля дала возможность российскому очень слабенькому, хилому, зомбированному, обманутому, неуверенному в себе, я могу продолжить этот ряд снизу, так сказать, не очень лицеприятных эпитетов в отношении нашего гражданского общества, все-таки, несмотря ни на что, выйти из тени, и выйдя из тени, заявила себе, и закончить я хочу вот какую вещь, смотрите, по России, это важнейшее понятие в социальной философии древних греков, ну, конечно, прежде всего, афинского опыта, мы даже не можем это адекватно перевести на русский язык, наш проект, просветительский проект, мы так и назвали, проектом по России, он означает, знаете, что, бесстрашную, открытую, публичную речь. Греки были убеждены, что человек не рождается с умением так выступать, открытой, публичной выступать, но поскольку ему вменено в обязанности быть гражданином, а это значит выполнять, иметь не только права гражданские, но и выполнять гражданские обязанности, он должен быть к этому риторически подготовлен, и воспитание гражданина у них означало, прежде всего, воспитание публичного бесстрашия. Не бояться заявить свою позицию, даже если это заявление не имеет никакого прагматического политического смысла, но ты все равно ее заявил. Вот это считалось высшей ценностью гражданской этики, этика, между прочим, тоже греками придумана, гражданской этики для классического демократического периода для Афины. Я полагаю, что он не потерял значения и для нас. Для меня, как человека, который не считает себя, скажем, оппозиционером, или же никогда не стремился участвовать в политической деятельности, в выборах никаких не участвовал вообще сторониться этой деятельности стихия более стеснительной или там просто это не... Для меня парисия это уже не просто средство к обретению гражданской идентичности, а какая-то совершенно невероятно заоблачная цель. Я наконец-то стал бесстрашно выражаться. не как атомарный человек, а как часть коллективной гражданской нации. И вот это самое важное. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, с вами был я, епископ Альберт Аткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Подписывайтесь. Благослови вас, Господь. Спасибо. 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 Продолжение следует...